38-летняя Меган Маркл, Меган Моркл, и 35-летний принц Гарри, принц Хэри, недавно приехали в Канаду, но уже вызвали негодование местных жителей. Канадцы массово выступают против оплаты личных мужд герцогов сосекских из государственной казны. Канадская Федерация налогоплательщиков создала петицию против Меган и Гарри. Автором документа стала сотрудница Федерации, Лорел Коллинз. Женщина радикально высказалась против новых изменений в финансовом распределении страны. По ее мнению, после переезда герцогов сосекских канадцев обяжут из своего кармана оплачивать содержание представителей королевской семьи. Главным камнем преткновения стала команда личных телохранителей Маркл. Рядом с ней круглосуточно находятся шесть человек, представители британских и канадских спецслужб. Финансовые эксперты подсчитали, что услуги наемников обойдутся гражданам Канады в 6 миллионах фунтов стерлингов в год. Государство намерено взять эти средства из налогового фонда. По словам экспертов, даже переезд супругов в Ванкувер обошелся в круглую сумму – порядка 300 тысяч фунтов стерлингов. Частными лайнерами были перевезены их личные вещи, коллекции произведений искусств, драгоценностей и прочее. Коллинз заявила, что эти траты должны быть покрыты из личного состояния Меган и Гарри. Раз они намерены обеспечить себе финансовую независимость, мне кажется справедливым, что за всю эту роскошь они должны платить собственными деньгами. Я считаю справедливым публичное обсуждение этого вопроса, на кону деньги налогоплательщиков, которых не спросили, согласны ли они оплачивать дорогой образ жизни Меган и Гарри, цитирует слова Лориал Зе Сан. За шесть дней петицию уже подписали 80 тысяч человек. Представитель Федерации налогоплательщиков, Аарон Вудрик, постарался смягчить острую ситуацию. Речь не идет о личной антипатии. Им здесь рады, но пусть платят за себя сами. Население выразило четкую позицию, которую государство обязано услышать и принять, сообщил Вудрик. После переезда в Ванкувер Маркл уволила свою главную помощницу. Принц Гарри кардинально изменил стиль, отказываясь соблюдать королевский протокол.